Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня я выполняю запрос моего подписчика и записываю урок про летние виды спорта. Ну что же, вы готовы? Итак, первый вид спорта – это бадминтон. Le badminton. Прыжки на батуте. Le trampoline. Отлично. Велосипедный спорт. Le cyclisme. Просто велосипед – это le vélo, еще la bicyclette. А если мы говорим конкретно про велосипедный спорт, это le cyclisme. Так, плавание. Отлично. Так, прыжки в воду. Так, водные лыжи. Le ski-notique. Давайте вместе. Le ski-notique. Le ski-notique. Художественная гимнастика. La gymnastique artistique. La gymnastique artistique. La gymnastique artistique. Итак, гребля на байдарках. Le canoë sprint. Le canoë sprint. Le canoë sprint. Отлично. Так, парусный спорт. Это у нас le yatina. Le yatina. Здесь очень такое странное слово, потому что здесь, во-первых, у нас пишется здесь буква ш, да, но она не произносится. И вот как бы это вот яхтинг, да, по-другому. Le yatina. Le yatina. Стрельба из лука. Le tir à l'arque. Le tir à l'arque. Le tir à l'arque. Le tir à l'arque. Фехтование. Le scrim. Le scrim. Le scrim. Конный спорт. Le sport équestre. Le sport équestre. Le sport équestre. Баскетбол. Le basquetball. Le basquetball. Идем к простым видам спорта, да. Волейбол. Le volébol. Le volébol. Le volébol. Футбол. Le futbol. Le futbol. Ténis. Le tennis. Le tennis. Le tennis. Так, легкая атлетика. L'athletisme. L'athletisme. Еще разочек. L'athletisme. А теперь мы разбираемся с глаголами. Конкретно заниматься спортом это faire du sport. Faire du sport. Другое значение заниматься спортом это pratiquer le sport. Pratiquer le sport. И третье значение, как можно сказать заниматься спортом, это participer au sport. Дословно будет это участвовать в спорте. Participer au sport. И играть в какую-то игру такую спортивную, там футбол, волейбол, это jouer. Просто jouer. Переходим к фразам. Она играет в волейбол в течение трех лет. Elle joue au volébol depuis trois ans. Давайте вместе. Elle joue au volébol depuis trois ans. Так, мой брат занимается велосипедным спортом. Да, мой младший брат может так сказать. Mon petit frère fait du cyclisme. Mon petit frère fait du cyclisme. Mon petit frère fait du cyclisme. Я обожаю теннис. Я участвую в соревнованиях. J'adore le теннис. Je participe au concours. J'adore le теннис. Je participe au concours. Молодежь занимается разным спортом. La jeunesse participe au sport différent. La jeunesse participe au sport différent. Et voilà, nous avons fini notre leçon. J'espère que моя leçon vous a donné beaucoup de plaisir. Merci pour votre commentaire. Ну что же, на этой нотке я хочу закончить свой урок. Очень много летних видов спорта. Возможно, я еще какой-то урок запишу, связанный с этим. Сейчас мы как раз начинаем заниматься всеми такими теплыми, можно так сказать, видами спорта, активными. И сейчас это великолепная пора для того, чтобы двигаться, заниматься спортом. И поэтому этот урок как нельзя актуален. Ну а если вы еще не скачали наш курс французского языка, то я рекомендую это сделать. В описании под видео вы найдете ссылочку, по которой вы можете скачать курс французского языка абсолютно бесплатно. Это универсальный самоучитель, который позволяет реально говорить по-французски с первого урока. Там есть именно слова и фразы, уже озвученные и переведенные, для того, чтобы вы могли просто повторять за диктором, читать русскую транскрипцию и говорить по-французски. Поэтому переходите в описание под видео, извините, заговариваюсь, в инфобокс и скачивайте этот самоучитель. А мы с вами увидимся.